А вот проезжаем ночной Даллас, хайвей идет прямо через центр Далласа, очень часто так в Америке хайвей идут через центры больших крупных городов, можно как экскурсию такую наблюдать, какие здесь есть здания, небоскребы и т.д. Очередная алистерия, вот такая вот, тоже инсталляция, музей. Техас. Техас, север Техаса, здесь еще холодно. Небольшой плюс всего лишь. Но скоро будет уже тепло. В итоге везу такой комплект, Cadillac C4, расстояние маленькое, 2020 года Yukon GMC, 2002 по моему году. От зала уже, расстояние небольшое. И GMC CR 2017 года. Такой вот комплект. Боялись, что не войдет. Ну еще вот, даже, во слову, так вот. Можно было сюда колесо поставить, но я поставил сюда, чтобы зад меньше торчал зад, что ли. Вот. Сзади ударенная была. А я вчера темно было, торопился и не увидел. Вот это вот не отметил, но надеюсь. На фото, ну на фотке вроде видно. Несколько ударов. Ну вся в царапинах, конечно. С 12-го года машина исчатана. Ну жесть. 600 майла всего. Немного получается. И на каждую из этих машин по 500 долларов платить. Время в дороге там 9 часов без остановки по Google Maps. Ну вот. Кому-то везут домик. Занимает две полосы. Конечно, ему тяжело. По факту, когда он приезжает на разными проселочных дорожках, но по трассе он себя чувствует достаточно комфортно. А едем чуть поближе. Постучимся в дверь или в окошко. Кто нам откроет немножко? Ключом есть 120 км в час. В общем, привез Джимси Сиерру эту. В Ауди. Огромный центр Ауди. Не знаю, зачем это Джимси Сиерра. На нее ремонтировать будет, что ли? Непонятно. В Сан-Антонио сделал доставку еще одной машины. Здесь у них жара. Днем, ну тепло. А ночью даже снег бывает над зимой. Вот сюда вот доставил. 600 миль 580 долларов из Арканзаса. Еще доставил я Кадиллака в салон Кадиллак. С одного салона в другой. Когда звонил, говорили, что его нужно доставить в другое место. Но мы так и не поняли, в какое. И я приехал на ту точку, которая была указана. И в итоге не нужно было в другое место его доставлять. Все здесь находится рядом. Просто у них там нет места для парковки. И поэтому разгрузка у них происходит на территории паркинга. Торгового центра. Вот просто здесь заправки Тесла электрические. На обычной парковке. Да, в Техасе, вот Сан-Антонио. Такие огромные высокие развязки. Несколько раз уже приезжал и успел видео снять. Сан-Антонио. Сан-Антонио. Редактор субтитров А.Семкин. Продолжение следует...